МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города. Смотрите сегодня». В режиме повышенной готовности в регионе начался пожароопасный сезон. Культура возвращается. Павел Малков сообщил о возрождении филиалом ГИК в регионе. Стать донором может каждый. Росгвардейцы подают пример добровольной сдачи крови. Рязанцы могут выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году. С 15 по 30 апреля проходит онлайн-голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье» и «Городская среда», принятого по решению президента». Всего в регионе на выбор предоставлено 71 общественное пространство в 19 муниципальных образованиях. Каждый житель старше 14 лет может выбрать одну территорию для благоустройства или дизайн-проект. Проголосовать можно через платформу госуслуги. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в следующем году. Цифровые волонтеры научат рязанцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн. С 15 апреля на протяжении двух недель они работают в пунктах приема Рязанской государственной энергосбодовой компании. Волонтеры будут консультировать жителей Рязани по онлайн-вариантам оплаты жилищно-коммунальных услуг. На днях ребята прошли соответствующее обучение и получили сертификаты. Вот здесь какой-то сайт для вязания области. В нем можно пересидеться, пересидеться, смотреть, сколько вы расходите энергии, воды и оплачивайте это на месте. Сайт этот rgmag.ru. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет» для бытовых клиентов. А цифровые волонтеры и расскажут, как в нем можно зарегистрироваться, почему хорошо оплачивать все через личный кабинет и как получить необходимые справки. Сегодня моя задача – помогать людям, которые хотят оплатить ЖКХ. Наш сайт, представляемый РГМЭК, позволяет оплачивать онлайн и смотреть все свои задолженности. Она, как и других цифровых волонтеров, помочь разобраться в счет-квитанциях, порядке начислений и механизмах оплаты по QR-коду без регистрации в личном кабинете. А желающих хватает. Все же цифровые волонтеры работают в пунктах приема платежей РГМЭК по пяти адресам. Это улицы Татарская, Новоселов, Маяковского, Трудовая и Вокзальная. Ребята будут консультировать всех желающих до 26 апреля включительно. «В 13-го номер 334 приглашается к кассе номер 4». Глобальная задача цифровых волонтеров – помочь рязанцам освоить онлайн-сервисы. По статистике, которую собирали в клиентских офисах, большая часть взрослого населения не использует онлайн-сервисы для оплаты услуг ЖКХ. Они по старинке пользуются пунктами приема платежей и другими пунктами оплаты. Причины две. Одни потребители не доверяют интернет-платформам, а другие просто не знают, как ими пользоваться. Это ни много ни мало 68% населения. Потому задача волонтеров – рассказать людям, как пользоваться современными технологиями. Естественно, ребята прошли соответствующее обучение. Курсы организованы при поддержке Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Сам же федеральный проект «Цифровые волонтеры» реализуется при поддержке ОНО «Цифровой регион». Узнать точный адрес, где будут находиться волонтеры, можно на сайте «Эргмэк» или в группе «Цифровой регион» в социальных сетях. Ребята помогают всем желающим. Притом не просто рассказывают о преимуществах платформы, но и помогают зарегистрироваться на самом сайте. «Стать донором может каждый» – руководствовались этим девизом и сотрудники регионального управления Росгвардии. Они поучаствовали в добровольном донорстве крови. Мероприятие прошло на базе областной станции переливания крови. Денис Бердиков – сотрудник Росгвардии, начальник группы учета и комплектования. На сегодня он еще и донор крови. Вместе с 20 своими коллегами, сотрудниками и военнослужащими ведомства он отстоял в общей очереди, заполнил необходимые документы, прошел медосмотр, в общем, прошел рутинную, но важную для донорства процедуру. Притом не в первый раз. «Я решил стать донором крови, потому что, во-первых, считаю, что донорство – это благое дело, что сдача крови поможет, во-первых, спасти кому-то жизнь, и, во-вторых, что донорство стимулирует человека вести более здоровый образ жизни, потому что только здоровые люди могут сдавать кровь, помогать другим людям в их лечении». В акции добровольного донорства крови «От сердца к сердцу» сотрудники Росгвардии принимают участие регулярно. Сегодня мероприятие приурочено к Национальному дню донора. Мероприятие прошло на базе Рязанской станции переливания крови. Для многих росгвардейцев это уже не первый опыт. Военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно принимают участие во Всероссийской акции добровольного донорства. Только с начала этого года донорами крови стали порядка 50 сотрудников Росгвардии. Они сдали больше 20 литров крови на нужды медицинских учреждений Рязанской области. С 1 апреля в Рязанской области объявили начало пожароопасного сезона. Спецтехнику привели в режим повышенной готовности. А в МЧС региона усилили профилактические мероприятия. В 30 регионах нашей страны с 1 апреля начался пожароопасный сезон, в том числе и в Рязанской области. Продолжается он, как правило, вплоть до 1 октября. Правда, и этот срок могут продлить в зависимости от погодных условий. Основная причина пожаров по весне, рассказывают в МЧС, пал травы. Сжигание сухостоя и мусора доставляет немало хлопот огнеборцам. Ведь в случае бесконтрольного пала огонь может распространиться на жилые постройки, что нередко приводит к трагическим последствиям. По данным регионального МЧС, за минувшие сутки поступило 28 сообщений о возгораниях. С начала сезона произошло уже 227 случаев пала сухой травы общей площадью 292 гектара. Больше всего таких пожаров в нашем регионе зарегистрировано в Скопинском, Спасском, Михайловском и Рязанском районах. Как поясняют в МЧС, большинство возгораний происходит по вине человека. Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора, в том числе из-за детской шалости с огнем, пала в сухой травянистой растительности, неосторожного обращения с огнем. Вследствие чего пламя распространяется на жилые дома и постройки. Они редко наносят травмы и забирают человеческие жизни. Так, например, 13 апреля 2021 года в деревне Марина Шацкого района пожар сухой травы перешел на населенный пункт, в результате чего огнем было уничтожено 15 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на территории региона было зарегистрировано 640 случаев пала сухой травы. Как известно, пожар гораздо проще предотвратить, чем потушить. Именно поэтому сотрудники МЧС ежегодно проводят профилактические мероприятия по недопущению природных возгораний. Правилами противопожарного режима в нашей стране определен особый порядок разведения костров и сжигания сухостоя. Участок для выжигания сухой травянистой растительности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. А вокруг участка территория должна быть очищена от сухой травянистой растительности и горючих материалов в радиусе 30 метров. И также должна быть выполнена минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра. Сжигать мусор и листву на своем приусадебном участке можно на расстоянии не ближе 15 метров от зданий и сооружений. При этом дистанцию можно сократить, если утилизировать растительность в металлической емкости. Кстати, выполнять пожароопасные работы в сухую ветреную погоду запрещено. За несоблюдение правил действуют штрафные санкции от 15 тысяч до 400 тысяч рублей. В этом году возбуждено уже 20 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, 15 из которых запал сухостоя. Губернатор Павел Малков сообщил о возрождении рязанского филиала Московского института культуры. Пост глава региона опубликовал в понедельник, 15 апреля, в своем телеграм-канале. По словам главы региона, с сентября в Рязанской области будут готовить специалистов по четырем направлениям. Социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, а также библиотечная информационная деятельность. Павел Малков отметил, что на ближайший учебный год планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы рязанского филиала МГИК. Обучение будут вести преподаватели федерального вуза и лучшие рязанские педагоги. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала. На улице Почтовой состоится концерт с участием студентов вуза, а в Рязанской библиотеке имени Горького организуют консультации по вопросам поступления. Напомним, в феврале 2020 года филиал МГИК в Рязани закрыли, что сопровождалось скандалом в связи с методами ликвидации имущества филиала. В эфире нашего телеканала выходил сюжет на эту тему. 26 февраля 2020 года мы общались с выпускниками, студентами и преподавателями вуза. Цитирую, у нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать, а рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов. Ситуацию надо менять. Конец цитаты. Отдельный важный вопрос – судьба здания Института культуры на Театральной площади. Объект культурного наследия пустует уже несколько лет. Требуются серьезные средства на реставрацию здания. Вместе с коллегами из Федерального центра серьезно занимаемся этим вопросом, пишет губернатор в своем канале. До решения вопроса с созданием студенты рязанского филиала МГИК будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани. Стартап без капитала, трудоустройство подростков и переобучение. Об этом и многом другом рассказала Елена Юданова, заместитель министра труда и соцзащиты региона в ходе прямой линии. Актуальность тем острая, как и вопросы безработицы. Подробнее в следующем материале. В прошлом году, например, 4000 ребят нашли работу на период летних каникул. Трудоустроиться, чтобы найти себе работу, ей необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства. То есть территориально у нас в каждом муниципальном образовании есть служба занятости, это сектор центра занятости, где помогут подобрать работодателя. С нами, конечно, традиционно работают работодатели, это наши государственные муниципальные, создаются отряды прям при школах, там работают дети. Но мы ведем активную политику, привлекаем коммерческий сектор, потому что это интересно им. Поговорили и про свое дело. Можно ли начать его без стартового капитала? В службе занятости ответили, что да. Государство предлагает несколько вариантов поддержки, есть два способа. Служба занятости для безработных граждан, которых, например, мы хотели, поискали работу, человек или приходит сразу, говорит, хочу открыть собственное дело. У меня есть планы, он пишет бизнес-план. Рассматривает его комиссии. В составе комиссии много различных организаций, и налоговая инспекция, и социальный фонд. Если бизнес-план достойный, и мы понимаем, что человек реально есть какие-то решения, и он будет работать, этот бизнес-план получает одобрение, человек получает 117 600 рублей на развитие собственного дела. Но он и в параллель на развитие этого дела может взять еще, заключить социальный контракт. Это уже обращение в органы судзащиты. Там выплата до 350 тысяч рублей составляет. Единственное, денежные средства, которые человек, например, брал по линии службы занятости, они должны быть на разные цели. Предлагает служба занятости и переобучение. Тут нужен либо статус безработного, либо заявку можно подать по нацпроекту «Демография». Все есть в цифровом сервисе. Обучают как очно, так и заочно. Причем практически всему. От слесарного дела до веб-дизайна. Больше 300 курсов на выбор. Вакансии, говорит Елена Юданова, есть. Было бы желание. Художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» Валерий Шацкий стал экспертом «Золотой маски». Он вошел в состав Совета главной театральной премии страны в категории «Драматический театр» и «Театр кукол». Премия «Золотая маска» – престижная театральная награда, получить которую считается большой честью для каждого театра страны. В состав экспертов входят величайшие деятели искусства, мнение которых задает тенденции. Валерий Николаевич стал первым среди рязанцев, кто удостоился такой высокой чести, отметили в театре «Кукол». Валерий Шацкий служит в театре с 1979 года. Он является художественным руководителем театра Международного фестиваля «Рязанские смотрины», режиссером, актером, почетным членом УНИМа и заслуженным деятелем искусств России. С начала этого года отделение регионального соцфонда Паризанской области назначило больше 600 пенсий по инвалидности. Назначают их в беззаявительном порядке. Притом, как сами пенсии, так и набор социальных услуг назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов. При этом гражданам нет необходимости представлять в социальный фонд подтверждающие документы. В этом году региональное отделение социального фонда назначило больше 600 пенсий по инвалидности, больше 400 страховых и около 200 социальных. Кстати, в беззаявительном порядке. Пенсия назначается в течение пяти рабочих дней после того, как в социальный фонд поступят сведения из Федерального реестра инвалидов. Затем гражданину поступают уведомления на портале госуслуг о назначенной выплате или такое уведомление будет направлено посредством почтовой связи. Помимо назначения пенсии, соцфонд в проактивном формате осуществляет индексацию выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные выплаты. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Сюда входят лекарства, медицинские изделия, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках. Пенсию доставляют так же, как и другие выплаты по линии соцфонда. Если таковых раньше не было, то можно выбрать способ получения по почте или на счет кредитного учреждения. Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале госуслуг, либо в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ. В Рязани появилась самая длинная байдарка в России. На ней сплавлялись по лесопарку. Половодья позволила это сделать. Длина байдарки 51 метр. Собрали ее из модульных конструкций. Длина такой байдарки 51 метр. Это всероссийский рекорд. В первый заплыв по Рязанскому лесопарку ею управляло 35 человек. Точнее, практически в половину меньше. Весла были у каждого второго. Причина – большая скорость. Курсового сопротивления она не имеет, не говоря уж о том, чтобы в поворот вписаться. Приходилось инструктору слезать с байдарки и поворачивать ее. А создал такую байдарку Александр Морозов. Три года назад он разработал свою байдарку под названием «Старт». И как только создали центральный отсек, то сразу же появилось желание собрать самую большую байдарку. Не было понимания, где это сделать, в каких условиях. Потому что либо на Оке, но там течение, либо там на Пре, но там повороты постоянные. А здесь это было буквально в понедельник. У меня сошлись звезды, и я понял, что можно это сделать в лесопарке. Тем более мы там организовывали прокат и сплавы по лесопарку. И плюс еще фестиваль, все совпало. И приняли решение, что надо делать. По этического названия байдарки не придумали. Одноместная называется «Старт», двухместная «Старт-2». Соответственно, это «Старт-35», потому что собрана она из 35 модулей. У нас есть носовой кормовой модуль. Вот они такие остренькие. Из них собирается двухместная байдарка. Чтобы собрать трехместную, четырехместную, 35-местную, вот используются такие вот модули. Это обитаемый отсек. Туда садится один человек. И плюс еще помещаются вещи, соединяются вот такими вот крепежами. Три крепежа идут. Соответственно, с одной стороны и с другой стороны. Байдарка очень прочная получается. Первая цель выполнена. Байдарка попала в Книгу рекордов России. Следующая цель – Книга рекордов Гиннесса. Пока рекорд принадлежит шведам – 100 метров. Побить его планируют в августе-сентябре на московском грибном мероприятии. Там Александр Морозов представит 150-метровую байдарку. Чтобы наверняка. Парикмахер, стилист из Рязани принял участие в программе «Давай поженимся». На свадебное ток-шоу Михаила Грачева позвали продюсеры передачи. Подробности узнавала Кристина Бочкарева. Ребят, развивайте в спорте не просто силу, но собственный функционал. Это очень важно. Тренировки до работы и после – это скорее не хобби, а образ жизни, рассказывает мужчина. Михаил Грачев делает стрижки и сложное окрашивание уже более 25 лет. На своем профессиональном пути проводил и показы на мероприятиях, и участвовал в прямых эфирах на телеканале «МТВ Рязань». Теперь клиентов принимают в своей собственной, так сказать, брендированной студии. Несколько лет назад Михаил развелся и открыл в себе второе дыхание. Стал правильно питаться, позитивно мыслить, отказался от вредных привычек и начал ходить в спортзал практически каждый день. В принципе, спортом я занимаюсь всю жизнь, но после развода я стал уделять ему больше времени. У меня теперь уже более грамотное, сбалансированное питание. Мои тренировки 5 дней в неделю. К спорту я приобщил своих детей. Да, я живу с двумя детьми, у меня сын, дочь, они оба живут со мной, мы живем втроем. У нас большие успехи в спорте с сыном. Я похудел его на 30 килограмм за год, да, у него были проблемы с весом, но сейчас нормализовалось и питание, и вес. Я пропагандирую здоровый образ жизни от отказа алкоголя, потому что спорт и без того дает огромное количество энергии, эндорфинов. Внутренняя гармония в человеке всегда притягивает позитивные события, уверены психологи. Точно так и в жизни Михаила произошел неожиданный и приятный опыт. Парикмахера-стилиста позвали сняться в программе на федеральном канале. Предложение стать главным героем свадебного ток-шоу «Давай поженимся» мастер по стрижкам и окрашиванию воспринял не только как шанс встретить свою любовь, но и в качестве возможности заявить о себе. Я не подавал никуда никаких заявок, друзья. Просто мне поступило предложение поучаствовать в этом ток-шоу, и я сразу же с удовольствием согласился. Ну, не каждый день, да, вам предлагают поучаствовать в ток-шоу на Первом канале. На Первом канале, к тому же, с такими знаменитыми ведущими. Были прямые, жесткие вопросы, но теперь я знаю, что я готов участвовать в любых проектах, в любых передачах. Это выход из зоны комфорта. Это выход из зоны комфорта. Это ты слышишь себя со стороны, волнуешься. Не знаешь, какая будет реакция Гасси, ведь это не тот пост, который ты можешь опубликовать и удалить. Это первый канал, это ведь вся страна. Три невесты-красавицы, конечно, оставили приятные воспоминания после общения на передаче, признается Михаил Грачев. Но вот в сердце никто не запал. Так что парикмахер-стилист снова в поисках спутницы жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В старой кузне нашим бойцам помогают с начала специальной военной операции. Вадим Дыкин вместе с волонтерами изготавливает блиндажные печи и обмундирование, собирая для солдат гуманитарную помощь. В ответ с передовой приходят благодарственные письма и запросы на новую партию кузнечных изделий. В этой кузне работают на передовую практически с первых дней специальной военной операции. Буржуйки из профильных труб, горизонтальные блиндажные печки из газовых баллонов. За все время на передовую кузнецы отправили более трех тысяч таких вот изделий. При этом в кузнице разрабатывают и обмундирование. Саперная кошка, обычная самая, на нее идет утяжелитель. Это опять же сборочно со всех фронтов, ребята бывают со всех направлений. Ну и вот совместными усилиями, для чего он нужен, утяжелитель, слово говорит само за себя, для утяжеления. Ее можно дальше кидать и жесткость. Если тяжелая мина, тяжелый груз, ну мина она и без этого снимет, но тяжелый груз она всегда берет. Саперная говорит само за себя. Далее, кошка-травинка, опять же, говорит само за себя. Она бежит по траве, снимает растяжки, мины, белки. То есть, ребят, когда идут по траве, кидают впереди себя. В какой-то мере это обеспечивает безопасность. А вот эта кошка позволяет вытащить раненого с поля боя. Ее отличие от других таких же крюков в загибах на цепляющих элементах. Благодаря им, кошка зацепит раненого солдата именно за экипировку, не повредив частей тела. Такая большая кошка подходит для транспортировки грузов. Ее используют на фронте, когда подойти к тяжелому предмету нельзя по тем или иным причинам, рассказывает кузнец. Кстати, все чертежи изделий Вадим Дыкин делает, исходя из потребностей передовой и с учетом практики. С бойцами в кузнице постоянно на связи. О том, есть ли какие-то недочеты, которые стоит устранить в следующей партии, узнают напрямую. Кстати, есть и разработки для поражения вражеских дронов. По запросам ребят, я не скажу, что с кем-то конкретно мы сели и это и разработали. Здесь Луганск, здесь Бахмут, здесь Херсон. То есть, здесь с утра до ночи, как всегда, бывают ребята оттуда. И вот вместе разрабатывали, отправляли на пробы, ну что сказать, на хорошей высоте дает маленький зонтик. Зонтик – это разброс дроби, что дает поражение лопастей дрона. Уже ребята начали этим работать. Работают здесь и для военных учебных центров. Например, это насадка для гранаты, чтобы избежать самоподрыва. Тысячу новых изделий уже отправили в зону специальной военной операции. Сейчас работают над новой партией. Правда, постоянных волонтеров в кузне всего пять. Да и вообще в добровольческом деле лишних рук не бывает, рассказывает Вадим Дыкин. Ребята, и так они у нас, ну, там, скажем так, они обеспечены. Но сейчас вот боевые действия, постоянные передислокации. Постоянно что-то нужно, 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 и тут должны успевать мы. Не только мы должны успевать, я вот так лично, мое мнение, каждый человек в России, каждый хоть чем-то как-то, ну, тогда победа будет гораздо быстрее. В кузню можно принести гуманитарную помощь. Сухпайки, медикаменты, маскировочные сети и одежда. Такие грузы отправляют вместе с печками и обмундированием. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Москве начала работать главная выставка нефтегазовой отрасли. Группа компании «Резур» приняла участие в мероприятии со стендом оборудования и технологии для нефтегазового комплекса. Подробности в следующем материале. Международная выставка «Нефтегаз» объединяет мировых производителей в области энергетики. Это 12 стран, более 700 компаний. «Резур» среди них. Вся работа на стенде проходит в дружеской и партнерской атмосфере под ритмы живой музыки. На стенде «Резур» транслируется информация о самой компании и ее продуктах. Выставка «Нефтегаз» проходит один раз в год. Это уникальная возможность посетить данное мероприятие. На выставку приезжает очень много специалистов, как снабженцев, так и технических работников, а также с проектных организаций. С людьми можно пообщаться на предмет нашей номенклатуры, а также получить обратную связь о наших приборах. На выставке также представлено оборудование промышленного обогрева, в том числе предизолированные импульсные трубки и пучки трубок «Резурпак». И, конечно, новинки – уровни меры радарного, рефлексорадарного и буйкового типа, ротаметры «Резур РПС» и расширенная линейка фитингов «Резурлок». Наша компания широко представлена в нефтегазовой отрасли, известна, узнаваема и постоянно развивается. Наши заказчики всегда получают объективные ответы на интересующие вопросы. Мы осуществляем проектирование, разработку и изготовление приборов для нефтегазовой промышленности на протяжении более 25 лет. Всегда рады быть полезными для наших партнеров. В этот раз на выставке для проведения переговоров есть целых три локации. Сотрудники компании проводят встречи как с действующими партнерами, так и с потенциальными. А еще здесь показывают эксклюзивные презентации своих разработок. Более ста встреч ежедневно и порядка двух тысяч посетителей ежегодно бывают на стенде компании «Резур». Кстати, компания имеет международный статус и подписывает партнерские соглашения с представителями компаний Ирана, Индии и Китая. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». На этом все новости уходящей недели. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова